Всем привет, это Geesit.com и сегодня мы тестируем четырёхъядерный процессор AMD Athlon X4 880K. Компания AMD вместо того, чтобы переосмысливать концепцию платформы AM3+, решила сосредоточить всё своё внимание на рынке гибридных процессоров. Как итог, две новые модели со скоростью работы свыше 4 ГГц и стоимостью на уровне топовых Pentium. Новинки получили обозначения AMD A10 7890K и AMD Athlon X4 880K. Первый процессор является полноценным APU с мощным графическим ядром, тогда как второй представляет собой его обрезанную версию, где это самое графическое ядро отключено. Ну что ж, посмотрим, есть ли шансы у AMD Athlon X4 880K повторить успех своего предшественника. Напомним, что не так давно компания AMD презентовала новые референсные системы охлаждения, рассчитанные на процессоры CDP95 и 125 Вт. Боксовая версия AMD Athlon X4 880K комплектуется моделью NIR Silent 125 Вт AMD Thermal Solution. Основной момент, на который хочется обратить внимание, это то, что 125-ваттный кулер установлен на 95-ваттный процессор. То есть для эффективного отвода тепла вентилятору можно будет вращаться с меньшей скоростью, как результат меньше шума. Конструктивно данная модель очень похожа на AMD Raze. То же самое медное основание, те же 4 тепловые трубки, даже вентилятор не изменился. Так что стоит рассчитывать на хорошие акустические показатели. Данная модель принадлежит к семейству AMD Godovari, который является дальнейшим развитием серии AMD Kaveri. Соответственно, имеет полную физическую и электротехническую совместимость с разъёмом Socket FM2 Plus и отсутствие необходимости смены платформы. Достаточно будет всего лишь обновить прошивку BIOS. Номинальная частота новинки составляет 4000 МГц, тогда как в турбо-режиме она может доходить до отметки 4200 МГц. Таким образом, Athlon X4 880K – это самый быстрый многоядерный процессор из семейства AMD Athlon. Важен тот факт, что при сопоставимом с Athlon X4 860K уровне TDP удалось добиться прироста в 200-300 МГц частоты в зависимости от типа нагрузки. Структура кэш-памяти процессора выглядит следующим образом. Здесь ничего нового, полная копия Athlon X4 860K. То же самое можно сказать и о встроенном контроллере памяти стандарта DDR3, который поддерживает модули с частотой до 2133 МГц включительно, а также обеспечивает их двухканальный режим работы. Как и у всех представителей серии AMD Athlon X4, встроенное графическое ядро заблокировано. Поэтому собирая на его основе ПК, не забываем о необходимости приобретения видеокарты. Друзья, напоминаем, что вы можете самостоятельно выбирать оппонентов для процессора из нашей базы данных и моментально получать результаты сравнения производительности. При тестировании мы использовали следующее оборудование. Ценник на новинку составляет порядка одной сотни долларов. Номинально прямым конкурентом из лагеря синих для Athlon X4 880K выступает модель Intel Pentium G4500. Однако в качестве реального оппонента всё же стоит рассматривать G4400. Так как по соотношению цены и возможностей он выглядит куда более сбалансированным решением. Минус 200 МГц в частоте, зато экономия в целых 35 долларов. И увы, Athlon X4 880K проигрывает ему в чистую. Средняя разница в производительности составляет около 11%, а в игровых приложениях все 38%. Как видим, наличие большего количества ядер не может в полной мере компенсировать отсутствие кэш-памяти третьего уровня. И это мы ещё говорим об играх, которые заточены под многопоточность. Если же такая оптимизация отсутствует, то отставание от Pentium G4400 может достигать и вовсе неприличных 80-90%, как в World of Tanks например. Да и у самой компании AMD есть отличная альтернатива в виде процессора FX4320. Имеет те же 4 ядра, стоит на 15 долларов дешевле и демонстрирует прирост быстродействия на уровне 10-15%, а в играх и то 30-40%. А ведь можно замахнуться ещё выше, доложить к примеру 35 долларов и взять Intel Core i3-6100 или AMD FX8300 с более чем 50% перевесом в производительности. Иными словами, если покупать систему с нуля, то у AMD Athlon X4 880K нет особых преимуществ, по крайней мере в номинальном режиме работы. Да, он на 8-10% быстрее своего предшественника, Athlon X4 860K. Но имея на хвосте таких конкурентов, как Pentium G4400 и FX4320, этого запаса ему недостаточно для полноценной борьбы. Тем не менее, у AMD Athlon X4 880K всё же есть один явный плюс – это отличная система охлаждения. Естественно, по меркам боксовых кулеров. Как показало тестирование, даже при максимальной нагрузке температура ядер не превышала 57 градусов. Результат, который вполне сопоставим с показателями башенных кулеров среднего уровня. Ну что ж, в номинальном режиме впечатлить не получилось. Может быть с разгоном ситуация изменится. Всё-таки разблокированный множитель и хороший кулер к этому располагают. В итоге, нам удалось добиться стабильной работы на частоте 4600 МГц, что соответствует 15% приросту по сравнению с номинальным показателем. Во время эксперимента напряжение было поднято до 1,585 В. Сразу отметим, что штатный кулер без проблем справился с дополнительной нагрузкой. 68 градусов – очень достойный результат для такого режима работы. Правда, при этом вентилятор вращался практически на максимальной скорости. Соответственно, после разгона процессора надо быть готовым к увеличению шума, который будет заметно выделяться на фоне остальных компонентов системы. Средний прирост быстродействия составил почти 11%. Показатель хороший, но далеко не рекордный. Из того же Atlon X4 860K удавалось выжать плюс 15% к производительности. Аверклокеры со стажем тоже пока что не проявили особого интереса к новинке. Всего лишь три результата, и то один из них наш. Да и верхняя планка в 4700 МГц выглядит просто смешно на фоне 6016 МГц, которые в своё время покорились в Atlon X4 860K. Увы, с выпуском AMD Atlon X4 880K чуда не произошло. Теперь уже точно можно сказать, что для полноценной конкуренции компании AMD нужна абсолютно новая микроархитектура, а может даже и новая концепция. Рассматриваемый процессор хороший пример того, что неплохие номинальные характеристики это ещё не залог высокой производительности. Толку от этих четырёх ядер и 4000 МГц частоты, если тебя обходит двухядерник со скоростью 3300 МГц частоты, причём с перевесом в 30-40%. И ладно, если бы ещё данный Atlon стоил дешевле, так нет же, его стоимость составляет порядка одной сотни долларов. Это при том, что более быстрые Pentium G4400 и FX4320 имеют ценники на уровне 65 и 85 долларов соответственно. Как итог, Atlon X4 880K есть смысл покупать, если ваш ПК собран на основе платформы Socket FM2+, и требуется провести апгрейд с минимальными затратами. В противном случае, лучше подкопить немного денег и переехать на другую платформу, или хотя бы дождаться выхода AMD Zen. Всего вам хорошего, не забывайте подписываться на наш канал и до скорого!